Здравствуйте! В эфире программа «Экономика в деталях». Одним из факторов развития этой отрасли эксперты называют эффективно работающий бизнес. Но многие предприниматели не могут начать дело без господдержки. Кто в республике помогает реализовать прорывные проекты? Расскажем об этом прямо сейчас. Краска в этих цехах в прямом смысле слова льется рекой. Новочебоксарское предприятие «Элкон» является ведущим производителем этой продукции в республике. На протяжении 20 лет здесь выпускают термостойкие эмали и лак. За качество материалов на заводе отвечают. Эта краска способна выдерживать аномальные морозы и экстремально высокие температуры. До 1000 градусов. Здесь у нас производство цветных термостойких эмалей. И каждое оборудование у нас вот здесь по своим цветам. Технологическая схема 1, 2, 3, 4, 5. До 8 цветов. И соответственно 8 технологических схем. Если один цвет перемешиваем с другим, можно любые цветовые гаммы создавать. Сырье в основном закупаем на химпроме, жидкости. А сыпучее приобретаем за границей в основном. Производство краски. Вначале загружаем жидкости, потом сыпучее, потом идет перемешивание, анализ и потом разливаем. Новочебоксарские краски реализуют не только в торговых сетях. На это предприятие поступают заказы и от крупнейших концернов страны. Термостойкими эмалями обрабатывают нефть и газопроводы, выхлопные трубы и двигатели автомобилей, камины и стены домов. Мы реализуем нашу продукцию на серьезные объекты, такие как Байконур, на объекты военно-промышленного комплекса. География поставки наших продукций весьма широка. Это и ближние зарубежья, это и дальние зарубежья. Вьетнам, Турция, Казахстан, Литва, Белоруссия, конечно. На предприятии выпускают и силиконовые составы для обработки древесины. Раньше такой материал производили только за рубежом. Это продукты, аналогом которого являются финские, чешские силиконовые составы. Эти составы применяются для защиты от плесени, от насекомых и для создания эстетического вида деревянных строений и конструкций. Чтобы запустить производство силиконовых смесей, на предприятии приобрели специальное оборудование и открыли лабораторию. Реализовать инновационный проект помогла государственная поддержка. Компании «ЛКОН» была оказана поддержка в виде получения займов под льготные условия кредитования, то есть под сниженную процентную ставку на сумму 3 миллиона рублей. На данный момент у нас действуют в агентстве также льготные займы. Для моногородов, таких как Новый Чебоксарск, на год выдаются займы под 8% годовых, а свыше одного года уже под 10% годовых. Это то, что касается производственников. Для других сфер у нас также действуют сниженные процентные ставки. Агентство по поддержке малого бизнеса доказало свою эффективность. Выгодные займы здесь выдают на протяжении 8 лет. С момента образования агентства за весь период было получено займы свыше 3 тысяч на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей. За прошлый год 2016 было получено займов свыше 400 на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Такую поддержку предпринимателям не окажут больше нигде. Причем в агентстве предоставляют займы и начинающим предпринимателям. Допустим, мы вчера зарегистрировались в качестве предпринимателя. Сегодня вы можете к нам прийти и обратиться также за займом. Также преимуществом обращения в агентство является то, что мы даем отсрочку по уплате основного долга сроком до 6 месяцев. Еще одним важным инструментом развития экономики называют новофункциональные центры предоставления государственных муниципальных услуг. Сейчас мы находимся в МВЦ на Игерском бульваре. Теперь именно здесь по принципу одного окна горожане смогут получить паспорта и водительские права. Новые правила вступили в силу в начале февраля. За водительскими правами в многофункциональный центр решила обратиться и Наталья Матвеева. Она стала одной из первых заявительниц. Говорит, что процедура оформления документов длилась не более пяти минут. Девушка приняла у меня заявление на оформление водительских прав. Также приняла остальные документы, которые нужны. Также я подписалась на электронном носителе, ну, свою подпись. Я всегда обращаюсь именно в этот МВЦ. Также скажу, что специалисты здесь все очень хорошо работают, все делают очень быстро и помогают по всем вопросам. Для оформления водительских прав и паспортов в многофункциональном центре работают отдельные окна. Они оборудованы специальным устройством для создания электронной подписи и фотоаппарата. Заявления в МВЦ отправляют в управление ГИБДД. За готовыми документами клиента пригласят уже через семь дней. К нам вот заявители приходят. Они приходят со своими, со всеми документами, паспортом, удостоверением. Оплачивают госпошину внизу у нас. И я вот это все сканирую. Паспорт все документы его. Пишем заявление. Все отсканировано. И возвращаем ему. Он потом уже приходит с удостоверением, с паспортом, с распиской. И получает уже само удостоверение водительское. Нет никаких бумаг. Только расписка ему выдается о получении документов. И вот с этой расписки он приходит и забирает. Заявители, приходя в МФЦ города Чебоксары, попадают к нашим специалистам, где их фотографируют. Получают от заявителя электронную подпись. И что самое главное, исключен бумажный оборот документов, заявлений. Все из МФЦ в органы МВД подается по электронному каналу связи. И заявитель, придя сюда, не оставляет никаких либо бумажных документов. Приходя через определенный срок за получение нового водительского удостоверения, просто производится действие по аннулированию старого водительского удостоверения. И выдается новое водительское удостоверение. Сейчас спорта и водительские удостоверения выдают только в четырех чебоксарских МФЦ. Здесь должно быть оборудовано специальное помещение, за которым будет вестись круглосуточная охрана. Документы необходимо хранить в сейфе с цифровым кодом. Посторонним в эту комнату заходить запрещено. Исключение сделали только для нашей съемочной группы. У нас на окнах решетки, двери у нас железные и также имеются сейфы. Постоянно помещение опечатывается, сейфы также опечатываются. Ежедневно мы опечатываем сейф, достаем оттуда документы, пересчитываем периодически и составляем акт приема. В ближайшее время такие комнаты планируют оборудоваться и в других многофункциональных центрах. Если потребность будет, конечно, это число окон будет увеличено. Но сегодня пока все справляются. Вообще, получение паспорта и водительских прав – одни из самых популярных услуг у населения. Теперь документы возможно оформить тремя способами. Через специализированные отделы МВД, в многофункциональных центрах и через единый портал государственных и муниципальных услуг. Если до 1 февраля текущего года паспорт гражданин Российской Федерации заявители подавали заявку также через многофункциональные центры, но получали результат через органы МВД, управление Федеральной миграционной службы. Это было неудобно. Это сначала надо изучить, где находится МФЦ, где находится органы МВД, график работы. Понятно, что органы МВД, дабы не было очередей, они проводили предварительную запись. То есть не все желающие могли в удобный для них день попасть на получение водительского удостоверения. У нас же такого ограничения нет. Все желающие могут одномоментно прийти. Новые правила вступили в силу месяц назад. Статистика показала, что за получением водительских прав граждане чаще всего обращаются именно в МФЦ. Мы не успокаиваемся, жизнь меняется. Сегодня водительское удостоверение, завтра появятся новые услуги. Ну, скажем так, особой разницы нету, что паспорт, что водительское удостоверение. Это ценные бумаги, ценные, скажем так, документы, которые удостоверяет личность гражданина. Если будет паспорт, действующий за пределом нашей страны, или иной документ, я думаю, по аналогии с водительским удостоверением, с паспортом гражданина России, мы услуги новые также можем реализовать в стенах МФЦ. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим следить за проектами развития отрасли. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова